Так, друзья, ну что, всем привет! Рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. Кто меня знает, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии. Кто меня не знает, обязательно подписывайтесь, смотрите мои ролики. И если вы зашли просто посмотреть по названию ролика о том, как быстро похудеть, то вы попали, в принципе, именно на тот ролик, который вам нужен, потому что в нем я сделаю обзор на питание и расскажу, как я похудел за месяц на 10 кг. Значит, в начале года я поставил себе цель сбросить лишний вес. Цель была больше, чем 10 кг, но вот прошел месяц, и я уже сбросил 10 кг. Сейчас поделюсь своим мнением, расскажу, как это было. Во-первых, это спорт постоянно, то есть это три тренировки в неделю. В основном это кардио тренировки, велосипед, бег, большие расстояния, большие дистанции, бассейн и футбол. Кто подписан, в принципе, на мой инстаграм, из подписчиков на YouTube, знает, потому что они видели и смотрели, я в режиме реального времени все это публиковал у себя в Инстаграм. Соответственно, кто не подписан, тоже, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Где-нибудь здесь, здесь или вот здесь будут ссылки на мой Инстаграм. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Так как я до этого пробовал разное количество раз похудеть, и всегда у меня получилось так, что я быстро-быстро сбрасывал какой-то некий вес, там, от 5, там, до 10 килограмм, да, но потом набирал, и в этом году я понял, что без питания я уже не смогу похудеть. Соответственно, выпуск отчасти про питание, потому что я хочу сделать обзор именно на тот продукт, который помог мне реально похудеть. Это реально, как бы, кейс для тех людей, кто сомневается, так скажем. Значит, разговаривал с людьми, общался, собирал отзывы по правильному питанию. Сам в этом никогда не разбирался, потому что всегда, в принципе, ни в чем себе не отказывал, ел все подряд и считал, что если просто много заниматься спортом, то лишнего веса у тебя не будет. Но, как оказалось, спустя, там, годы это не так. Вот, выбирал много различных организаций, компаний, читал много отзывов. На самом деле, их достаточно много, и выбрал для себя компанию Unique Food. Соответственно, вам сегодня, чуть дальше в этом выпуске, покажу вообще, в принципе, что это за питание, чем они кормят, и расскажу там про калории, например. Мне понравилась, в принципе, эта организация, эта компания, не только по отзывам, но, в принципе, и по лояльности к своим клиентам. Очень удобно. Я первый раз заказывал себе еду, которую мне привозили домой, привозили на работу и так далее. Я вообще, в целом, от того, что я похудел, я кайфанул, так скажем, ровно столько же, сколько я кайфанул от того, что я высвободил большое количество времени от походов в магазин, высвободил много времени у жены от готовки и постоянного нахождения у плиты. Вот, и вообще, в принципе, кайфанул, очистил свой организм. Вся еда, которую мне предоставлял Юникфуд, мне очень понравилась. Это прям правильное-правильное питание. Она всегда была разная. Очень все было вкусно. Особенно мне заходили соусы, которые они подают к своим блюдам. Еда всегда была разная. И, ну, у меня остались только положительные эмоции. Спасибо отдельно Юникфуд, спасибо команде Юникфуд за то, что вы делаете свой продукт и делаете людей чуточку счастливее. Еще хочу повториться. Независимо от питания, отдельно я много занимался спортом. То есть это три тренировки в неделю, достаточно большие нагрузки, но если идти к своей цели, то ее можно всегда добиться. Дальше в выпуске вы посмотрите полностью все рационы. Мне большое количество людей написали в Инстаграм по поводу питания и обращались ко мне с вопросами, расскажи, чем кормят, покажи, что за питание, расскажи про калории, покажи расчеты и так далее. Я решил, в принципе, заказать все продукты конкретно в этой компании и сделать на них обзор. Поэтому дальше в этом выпуске смотрите. Мой рацион, на котором я похудел, был 1600 ккал. Там есть еще у них 1200, есть 800, есть 2000 и есть 2500. Отснял для вас все обзоры, кроме 800. Почему не снимал 800? Потому что это тот же самый рацион на 1200, только без перекусов. Поэтому смотрите. Если кто-то из вас пользовался Unique Food'ом, оставляйте свои комментарии, что понравилось, что не понравилось. Если кто-то из вас пользовался какими-либо другими доставками правильного питания, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. С удовольствием посмотрю и прочитаю. Также подписывайтесь на канал. Ну и приятного просмотра. На завтрак вот такой сытный пай с рыбой на целых 276 ккал. На десерт, то есть на второй завтрак, брауни с вишней и сливочным кремом. А на обед куриное филе на гриле в прованских травах с грибным соусом. Вот так вот это все выглядит очень вкусно и сытно. На полдник салат берлинский с говядиной 160 ккал. У нас мясное гнездышко с томатами и грибами под сырной шапкой и овощной рагу. Все это у нас 242 ккал. Так, здесь у нас значит рацион на 1600 ккал. Привозят вот в таких вот удобных бумажных эко-пакетах. Внутри у нас обязательно меню, в котором написано полностью наименование блюд и сколько в них килокалорий. Вот, здесь можно прочитать и ознакомиться. Также внутри у нас идут ложки-вилки, ножи и, соответственно, сами упаковки с едой, с нашими порциями. На каждую упаковку у нас есть номер. Это номер приема пищи от 1 до 5 и дата, когда это нужно, до какого времени съесть. Ну, это, соответственно, на 18 марта и на 19 марта. А, у меня в моем случае, по-моему, на 20 точно. Вот, и, соответственно, сейчас я вам по каждому дню покажу, чем они нас здесь кормят и оставлю свой отзыв. Выглядит это все примерно вот так. И упаковки стандартные по порциям. В принципе, порции достаточно большие, объемные и, в принципе, наедаешься. Каждой порции наедаешься и какое-то время вообще есть не хочешь. Есть даже вот такие вот вкусные десерты. Вот, различные. Сразу скажу, что еда постоянно разная. То есть, каждый день одно и то же не возят. И стараются эту еду готовить с различными соусами вкусными. Она совершенно не пресная и очень вкусная. По менюшке вот у нас на субботу, на воскресенье получается, что здесь есть. Каша пшеничная на миндальном молоке с грушей. Сметанник, паприкаш из курицы, фунчоза отварная, салат из курицы. Ну, в принципе, все читать умеют. И на воскресенье вот, в принципе, тоже можете посмотреть. И по калориям все достаточно строго высчитано. Вот 1604 килокалорий, 1612. В принципе, этот рацион у них называется, по-моему, баланс. Вот, для тех, кто занимается спортом, например, тренировками, то вообще отлично подходит как для снижения веса, так и для поддержания баланса своего веса. Каждую коробку я отдельно открою и покажу вам, в принципе, само блюдо. Сейчас не буду все коробки открывать, а по ходу дня буду открывать, кушать и вам показывать, делиться впечатлениями. На завтрак каша пшеная на миндальном молоке с грушей и корицей. Она очень полезная и вкусная. Вот такие вот порции с кофейком с утречка заходят вообще на ура. На второй завтрак у нас сметанник. На обед у нас паприкаш из курицы и отварная фунчоза. Вот так вот это все вкусно, красиво и полезно. А главное, что это можно сделать прямо на рабочем месте, не отрываясь от процесса. Вот такие еще бывают десерты. Это правда уже на следующий день тоже из этого же рациона. 1600 килокалорий с кофейком просто заходит на отлично. На полдник вот такой вот красивый салат из курицы с овощами и фасолью и соусом винегрет. А на ужин у нас мясные гнезда с грибами, томатами и овощную рагу. Вот такой вот у нас получился рацион на целый день. 1600 килокалорий. Все как надо. Подоспела тяжелая артиллерия. Рацион на 2000 килокалорий. Такой я еще не пробовал. Так что начнем пробовать и вам запишу, что там внутри, чем кормят. На завтрак каша рисовая молочная с маслом и ореховым миксом и омлет с сыром и зеленью. Все это у нас 414 плюс 163 килокалории. На второй завтрак гранола с вишневым творогом 486 килокалорий. На обед лазанья с курицей 376 килокалорий. На полник салат из сырых овощей по-кубански 175 килокалорий. На вечер, на ужин рыбное суфле с горчичным соусом и укропом и кускус по-мароккански. Все это у нас 400 килокалорий. Ну и на обзоре у нас последний рацион на 2500 калорий. Здесь в принципе набор стандартный, только продуктов здесь гораздо больше, я так думаю. Сейчас я вам его покажу, чтобы вы могли посмотреть, чем кормят на 2500 калорий. Данный рацион используется для набора веса. Они так сами говорят даже в своих социальных сетях и на сайте. По приему пищи тут также 5 приемов пищи каждый день. Просто в каждом приеме по несколько коробочек. В принципе, кому интересно, могут сейчас заскринить и посмотреть меню. У меня как раз меню есть на пару дней. А отдельно я еще покажу, что в этих коробочках. На завтрак каша кукурузная молочная с арахисом и гранола с вишневым творогом. Все это вместе у нас 422 килокалории и 469 килокалорий. А на следующий день у нас на завтрак каша овсяная на молоке с изюмом и персиком. Маффин с орехами и цукатами. Но тут чуть поменьше. 341 и 362. На второй завтрак сэндвич из курицы с овощами и конфеты из сухофруктов. Все вместе. 400 килокалорий. На обед буженины из куриного филе с соусом сальса и булгур с красной киноа. Все это 400 килокалорий. А на полдник овсяный пирог с бананом 460 килокалорий. На ужин тефтели мясные с соусом тартар и гречечка. Наша любимая гречечка. Значит, все это вместе 330 килокалорий. Хочу заметить, что когда я задался целью похудеть, мой вес был 95,5 килограмм. Не вижу смысла показывать свои обнаженные фотографии, потому что я их не делал. А есть у меня фотография, спустя ровно один месяц, какой вес был у меня. И она будет вот здесь. Или вот здесь. Или вот здесь. В общем, где-то будет здесь плавать. Посмотрите. Вот такой вот результат ровно за месяц. А еще, ребят, многие мне тоже писали, что это достаточно высокий результат и что нельзя так худеть. Хотелось бы услышать ваше мнение вообще, насколько это вредно для организма или насколько нет. Я вот задался целью и шел к ней. Может быть, это плохо для организма, может быть, это хорошо. Но в целом сейчас, спустя такое количество времени, я себя чувствую просто офигенно. И я хочу еще немножко похудеть и оставаться в этой форме. Желаю вам, чтобы к лету вы все добились тех результатов, которых вы хотели. Пока.